Всем привет! Сегодня мы поговорим про двухствольное ружьё Ижевского механического завода модель ИЖ-43. Данная модель ружья выпускается с 1986 года и является как бы идейным продолжением и дальнейшей модификацией ружья ИЖ-58. Данное ружьё представляет собой двухствольное ружьё с горизонтальным расположением стволов. Пурки на данном ружье внутренние. Как у нас происходит заряжание ружья? Для заряжания ружья у нас нажимается ключ, стволы раскладываются. Ружьё заряжается. Во время того, как стволы раскладываются, происходит взвод боевых пружин. Соответственно, мы закрыли. Ружьё у нас готово к стрельбе. На шейке приклада у нас расположен предохранитель. Если его нажимаем вперёд и нажимаем на спуск, соответственно, производится выстрел. На данном ружье имеется возможность безударного спуска курков. Что для этого надо? То есть, например, мы пришли на охоту, ружьё зарядили, ходили, 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 дичь у нас не попалась. Нам надо разрядить ружьё. Для этого мы, опять же, раскрываем ружьё и залегкаем патроны. В разложенном состоянии нажимаем предохранитель вверх, нажимаем одновременно оба спуска и схлопываем ружьё. После этого у нас боевые пружины спущены. Соответственно, ружьё может храниться длительное время с невзведёнными пружинами. То есть, никакого вреда, как при хранении с заведёнными курками, ему не может произойти. Что можно сказать конкретно про это ружьё? Данная модель выпущена в 2006 году. Промаркирована ещё серией ИЖ-43. На данный момент ружья выпускаются под маркой МП-43. Лично, на мой взгляд, потому что имею достаточно опыта в сравнении этих ружей у друзей, знакомых, охотников. В сравнении ружей ИЖ-43 и МП-43. На мой взгляд, ружья более ранних версий серии ИЖ выполнены более качественно. Во-первых, сверловка стволов на большинстве моделей намного лучше, чем на более поздних. То есть, даже выбрать хорошее ружьё в магазине раньше было намного проще, чем сейчас. Сейчас это весьма большая проблема при выборе ружья. То есть, кривые сверловки стволов, планки бывают плохо припаяны, плохая подгонка дерева к металлу. Что ещё можно сказать? Даже гравировка, которая хоть не какая-то не изысканная, но она присутствует на ранних моделях. На современных ружьях МП-43 её нет вообще. То есть, вся колодка, верх стволов всё сплошь гладкое и ровное. По бою данного ружья. Данное ружьё отличается очень хорошим боем. Даже бы, скорее скажу, отличным. Осыпь очень равномерная. То есть, при стрельбе стандартными боеприпасами, одинаковыми. То есть, одинаково снаряжёнными, самодельными. Это ружьё показывает очень хорошие результаты в сравнении с другими. Иш-58, например, более старыми. Иш-МП-43, некоторыми новыми. На данной модели дерево стайбук. Ещё выпускается в исполнении орех. Что ещё можно сказать про данную модель ружья? Данная модель, Иш-43, в принципе, послужила базой для создания большого количества новых моделей ружей. В частности, на его базе выпускается ружья Иш-43К и Иш-43КН. То есть, это ружья курковые, с внешними курками. Правда, там курки, как бы, играют роль не собственно курков. То есть, они больше сделаны для красоты. Они скорее играют в функцию предохранителя, так скажем. Хотя предохранитель на них тоже размещен, как и на Иш-43. То есть, Иш-43КН есть у моего знакомого. Я скажу, это довольно интересное ружьё. Со стволами чуть больше 600 мм. Также на базе данного ружья выпускается единственный, пожалуй, довольно массовый ижевский штуцер. Двухствольный, горизонтальный. МП-233 Артемида. То есть, это довольно популярное ружьё. Большинство охотников его используют в тех или иных модификациях. И личное. Могу сказать, что это ружьё можно применять как на любительской охоте, так и на промысловой. Так и брать в какие-либо экспедиции различные. То есть, это хорошее, надёжное ружьё, которое точно не подведёт. Что ещё стоит от себя добавить несколько таких небольших замечаний. Первое – это разница в воронении, так скажем, старых годов и в новом воронении. На старых ружьях, даже на моих или на моих друзей, знакомых, выпущенных в старое время, то есть 50-е, 60-е, даже может быть 70-е годы, воронение делалось горячим способом. То есть, большинство этих ружей сейчас, после очень многих лет охоты, в плохих условиях, то есть постоянно они используются, на них воронение практически не тронуто. То есть, хороший ровный чёрный слой. На современных ружьях воронение идёт химическим методом. Соответственно, в местах ношения оружия, где оно прилегает к куртке, вот как можно видеть на левом патроннике здесь, оно стирается. Стирается, причём довольно эффективно, то есть на новом ружье оно стёрлось фактически за год. Можно, конечно, подделать воронение специальными средствами, но оно опять же стирается. То есть, вот этот участок был воронён покупным средством ещё два раза. То есть, его хватает где-то на год этого химического воронения. Ну и ещё, как некоторые замечания, на современных ижевских моделях, если идёт затыльник текстолитовый, он идёт, во-первых, очень жёсткий и выпуклый. То есть, не вогнутый, а выпуклый, с острой точкой. Соответственно, отдача очень неприятно ощущается. Плюс, лично под мой рост приклад был коротковат, поэтому за место него стоит такой затыльник-амортизатор АТИЖ-27 покупной. Ну, собственно, наверное, всё, что можно сказать про это ружьё. Всё, спасибо за внимание. Продолжение следует...